Расскажи вам про компанию Prestige. За 17 лет компания Prestige выпустила множество престижных продуктов. Многие из них стали бестселлерами в 70 странах мира. Многие из вас ими даже пользовались. Наш офис расположен в Европе, в странах СНГ, на Ближнем Востоке и Африке. Так, например, наш китайский офис сосредоточен на тестировании и проверке качества производимых нами продуктов. Минский офис на исследованиях и тестированиях. Управление компанией происходит на Кибере. В городе Лимасов находится наша штаб-квартира. Остальные офисы обеспечивают продажи и поддержки. Наши стратегические партнеры на протяжении многих лет – это всегда крупнейшие игроки IT-индустрии. Все, начиная от производителей чесетов и заканчивая поисковиками. И это не просто так. Потому что в идеологии компании Prestige заложено совмещение передовых технологий и дизайна. Когда мы производим какой-то продукт, для нас этот процесс – это как искусство. Давайте посмотрим, как это выглядит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, видеорегистраторы, навигаторы, мультиборды, интерактивные панели. По этим продуктам нас сейчас узнают в 30 странах. Наш бренд хорошо себя зарекомендовал. За все время существования компании было продано 24 миллиона устройств. По сути, это каждый трехсотый житель планеты имеет опыт общения с нашим брендом. Мы сейчас фокусируемся на самых прогрессивных областях. Это голосовые ассистенты, это игровая индустрия, это беспроводные устройства на наши технологии. Мы любим изучать и внедрять новые технологии. Когда мы встретили ноу-хау клавиатура, мы провели ряд исследований. Прежде чем делать любую интеграцию, надо сначала понять, как и что. Мы сделали исследование, опрашивали пользователей ноутбуков, пользователей ПК, офисных сотрудников, которые в переговорках пользуются мультибордами и интерактивными досками. Ну и в том числе пользователи Smart TV. На них я отдельно обращу внимание, потому что у них очень много боли с вводом текста. Давайте посмотрим на цифры. Две трети владельцев Smart TV сталкиваются с необходимостью ввода текста, начиная от этапа регистрации своего аккаунта или приложения, заканчивая простейшим поиском контента. Треть из них делает это регулярно. Больше половины всех владельцев используют для этого обычный путь, который идет в комплекте. И большинство из них испытывают неудобства при этом. Внедряя эту технологию в нашу интимедивную клавиатуру Peek & Touch, мы разместили большую часть сенсорной панели, вы видите в зеленом фонтуре, на клавиатуре. Она в четыре раза больше стандартного тач-тода, который вы встречаете в повседневной жизни. Отдельная зона, как ребята уже показывали, выделена для мульти-скролла, когда вы можете листать контент. Отдельная зона для уменьшения или увеличения громкости. При пользовании клавиатуры, я еще раз хочу подчеркнуть этот момент, который Майк и Вала рассказывали, переключение режимов мыши, когда вы управляете курсором и печатанием, по сути нажатием, происходит автоматически и дешево. Клавиатура делает это интуитивно. Это первая в мире интуитивная мультимедиа-клавиатура. Аналогов таких нет. Она может быть подключена сразу к пяти устройствам, начиная от телевизора, заканчивая игровой консолью. Вы можете в одно касание нажать свою шнапу клавишу, переключиться между телевизором на игровую консоль, потом на лэптоп, потом на планшет. Или, если у вас несколько телевизоров, вы используете одну мультимедиа-клавиатуру сразу для всех телевизоров. Обновление функций, изменение настроек, доступно через приложение. Оно поддерживается всеми смартфонами. С сентября этого года мы планируем продать 100 тысяч. устройств в странах СНГ. С них мы начинаем. И далее вовесь мир. Я хочу еще раз показать ролик, как это происходит, как идет взаимодействие с клавиатурой, и какие основные функции, и какие боли она решает. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки. Я буду анализировать. Девчонки. ДЕСНИТАЛЬЯ 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 Коллеги, я сейчас слово предоставляю человеку, который первым поверил в компанию «Клавиатура», в технологию «Клавиатура». Это основатель СЕО группы компании «Азбис», главный инвестор «Клавиатура» Сергей Костевич. Добрый день всем. Сегодня особый день. Сегодня наша мультимедийная клавиатура увидела мир, и мир вашими глазами. Вы первые, кто видит это устройство. Мы все держали мир с секретом. Это долгое время. В «Азбисе» радиатура опубликована и увидел мир буквально пару часов назад. И сегодня очень знаменательный день. Это наша новая дитерская. С легкой руки Валентина Сокола Ее называемый «Слава». Это наша маленькая, хорошая «Слава». Пускай она немножко еще отдохнет, поскольку еще много придется работать в этом мире. Спасибо, что я тоже. Я немножко расскажу о себе, буквально. Включу и факторы успеха, как и что мы делаем для стартапов. Ну и, конечно, наверное, интересно услышать, как моими глазами будет делать работу с этим стартапом. Он особый. Я родился и вырос здесь, в Минске, в Белоруссии. Закончил Минский радиотехнический институт. Мой альма-матер ходит буквально в 300 метрах отсюда. Потом я 5 лет работал научным сотрудником на кафедре микроэлектроники. Ей тогда управлял «Академик Глубунов». А потом я вошел в бизнес. Клавиатуры. Ребята, которые делали, не знаю, многие клавиатуру, они тоже из Минска, тоже из Белоруссии. Поэтому я попросил, чтобы первый гендер, для меня совершенно логично, хотя для нас это и необычно, состоялся здесь. Первый гендер прессии, чтобы он состоялся здесь, в Минске, в Белоруссии. Потому что высокие технологии, многие происходят отсюда. И я думаю, что это совершенно правильно логично сделать первый пресс-объем именно здесь. С этого начинается наш мировой клуб. Мы будем представлять миру эту совершенно новую технологию и новый, и более комфортный способ интерактива между человеком и компьютером через это новое устройство ввода. Ключевые факторы успеха. Что мы предоставляем стартапам? Кто мы таки? Во-первых, я, как я уже сказал, имею инженерное образование. Наш факультет конструирования и производства называли сюда железачниками. Собственно, я с железом, я работаю всю жизнь. И как дистрибьютор в IT-секторе, и мы разрабатываем многие продукты и решения. И чтобы мы не делали, всегда у нас почему-то железо получили. Мы без опыта. Итак, несколько слов о группе Азбис. Мы один из ведущих в Европе дистрибьюторов в IT-секторе, ОИЭМ, и поставщик решений для интернета вещей, системы искусственного интеллекта и, конечно, IT-технологий. Наша штаб-квартира находится на Кипре, в Лимассоле. Компания локально в 26 странах. Но у нас работает 3800 человек. Мы публичная компания, мы адектируемся на веб-сердской бирже. И, соответственно, мы продаем примерно в год напрямую 17 тысяч компаний. И это ритейл, это реселлеры малозреднего бизнеса, это эндерпрайз и правительство, говермент, которые поставляют самые различные решения. Мы работаем с мировыми лидерами Apple, Intel, AMD, Dell, HP, Logitech, Microsoft и так далее. Поэтому у нас есть хорошая экспертиза, мы учимся у них и видим, где есть такие возможности. Кроме этого, у нас полное покрытие стран Восточной Европы, бывшего Советского Союза. Нету другой компании в мультисекторе. Мы единственная, поэтому мы являемся зачастую консолидатором и агрегатором рынка. Спортил у нас больше, чем 200 брендов. Но есть вторая составляющая нашего бизнеса, которая тоже является критическим фактором успеха для стартапов, если мы видим, они нам интересны. У нас есть четыре своих бренда. Один из них Prestigio, это гаджеты, Canyon, это аксессуары для молодежи, Perenio, это интернет вещей, и Atlantech, это бренд для дата-центров. И одно, плюс второе, плюс третье. Мы можем дать, если мы верим в продукт, если мы верим в стартап, то мы можем дать очень хороший масштаб бизнеса таким стартапом. Ну, и клавиатура стала одним из них. Я помню нашу первую встречу, она была здесь, в Минске, опять-таки, в июле 2017 года. мне сказали, что есть такие ребята, они тут какой-то непонятной благотворной занимаются, ты же нельзя от них ходи посмотри, поговорить с ними. Я, у меня было время немножко, мы встретились в кафе, и ребята, когда начали рассказывать, что они хотят, абсолютно это срезонировало с моим видением идеального устройства ввода, мультимедийного, беспроводного, потому что, когда ты дома, ты удобно устраиваешься в кресле на диване, большой экран перед тобой, тебе нужно вводить какую-то информацию, серч, какой-то текст, и мышка, и эта мышка так раздражает, потому что она сижает с дивана, невозможности работать, или пульт, и ты начинаешь с этим пультом побегать и вводить пытаться текст, раздражая меня. У меня так. У меня тоже. Да, я не один, нас уже двое. И мы много работали с мультимедийными клавиатурами, и дистачи, и с тачпадами. Мы продаем баджетек, у них есть клавиатура мультимедийная с тачпада. Но все компромиссно. Но одно дело, послушайте интересную историю. Что я сделал следующим шагом? Я попросил своего главного технического офицера, который очень хороший опыт по работе с фабриками в Китае, и предложил ребятам две недели, мы отправляем вас в Китай, вот вам фабрики, и идите доказывайте им, и мне, естественно, что ваша клавиатура, ваш прототип, ваша технология, она подходит в массовое производство. И это не будет стоить слишком дорого. Результат, честно говоря, был плачевный. Первый звонок, который я получил, мне сказали, вообще, технологически этот продукт не может увидеть в нем. Только там был. Ну, окей, не повезло. Ни срослое. Однако, через 10 дней, эти настырные молодые ребята нашли три опции, которые фабрики мне подтвердили, и мой главный сигнал, что да, они могут работать. Одно дороже, другое там, компромисс. Хорошо, по крайней мере, три опции. Хорошо. Мы дали им немножко диджек, сказали, хорошо, продолжайте. Вот. Ну, честно говоря, прошло буквально еще три месяца, и тогда, и через буквально три месяца мы владели первую хорошую сумму, и с этого, собственно, начался наш путь. Этот путь нету простым, потому что, представьте, аналогов в мире нет. Мы делаем нечто совершенно новое. Вот. Крутили виск у виска тоже. И такого не может быть, это невозможно. Была куча просто разных проблем, чипы не те, это не то, Миша звонит. Вот. Но, вы знаете, было несколько таких сильных мотиваторов. Этот, честно говоря, проект особый какой-то для меня. Потому что, во-первых, не каждый день ты делаешь или после атака делает нечто совершенно новое в мире. То, чего нету нарубе. И то, что ты веришь, и все больше и больше людей, которые собираются вокруг нас, что это действительно более комфортный способ интерактива между человеком и компьютером. Это раз. Второе. Их драйв, движуха. Это дремя молодых. Они заведут кого хочешь, честно вам сказать. Миша единственный человек, который имеет право позвонить ко мне, когда у меня выходной или отпуск, или даже ночью. Он в Китае, у него утром. У меня ночь. Этот человек известен моей жене. Честно сказать. Потому что, когда развонится ночью или поздно вечером звонок, она говорит, ну, наиблика твой Миша она говорит, кто? Я пытаюсь погрузиться. Миша, как всегда, говорит, так, все пропало, но есть решение. Вот это мне нравится. И мы находим решение, мы находим опции, пути, они идут по ним и срастаются. И вот такими операциями шел процесс, он был нелегким, но тем значимым для нас этот день сегодняшний. Когда мы рады показать вам и надеюсь не только вы, надмажем, чтобы вы оценили и, конечно, проголосует в первую очередь юзер. Он нам скажет, уверены ли все с тем, что это клавиатура? Мы-то уверены, мы знаем. Но юзеру очень нужно научить. Поэтому, кстати, было очень много тоже на последние 9 месяцев работы между технологией и конечным устройством между престижу и клавиатурой. Ну, все срослось. Поэтому музыка, клавиатуры, стихи, престижу. Игра и таз без дистрибуции. За гирижерским пультом современность и некотор используye. Спасибо.